Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня будет долгожданное для меня и интересное для вас, я надеюсь, видео о моей косметической посылке с сайта Peloris. Я честно очень хотела рассказать вам об этой посылке с самого первого дня, как только я ее получила, потому что это очень крутые продукты. Мне очень хочется с вами поделиться именно этой посылкой, именно этими продуктами. Не много продуктов, но есть и декоративка, и уход, и средства для укладки волос. И поэтому оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, сайт Peloris я вам рекомендую, потому что очень большой ассортимент. Там вы можете найти и белорусскую косметику, которую сложно найти у нас в розничной продаже. То есть у нас в розничных магазинах очень ограниченный ассортимент. На сайте очень много белорусской косметики, популярных именно продуктов, которые популярны на YouTube. Расскажу вам сегодня как раз-таки об одном из таких продуктов. Также там много новинок появляется на сайте. Есть корейская косметика, тоже в широком ассортименте. Есть очень много косметики для дома. И очень широкий ассортимент. Правда, там, если вы начнете копаться с утра, вы там только к вечеру закончите. Очень широкий ассортимент. Есть что найти для себя, для своей семьи. Также мне, что понравилось, очень быстро доставляют посылку оперативно. Работают они, по-моему, с ДЭК. По крайней мере, это тот пункт выдачи посылок, который был у меня. Все оперативно доставили. Посылка была безумно круто упакована. То есть все было отдельно запечатано. Также были такие, как, штучки мягкие в пакетик, которые держали эту посылку, чтобы она не разбилась. Очень круто упакована. Реально, ребята, респект, если вы увидите это видео. Очень шикарно все упаковано. И перейдем уже к наполнению моей посылки. Начну я с средств для укладки волос. У меня было одно. Это новинка от Londo Professional. У меня мусс. Вторая степень стойкости. Для прикорневого объема Lifted. Сама марка заявляет, что мусс очень высокотехнологичный со всеми самыми последними разработками. И здесь 250 мл стандартный объем. Но что здесь нестандартного, так это носик. То есть это необычный для мусса носик такой. В принципе, можно приноровиться. Но когда мы первый раз открыли этот мусс с мамой, мы не поняли, честно говоря, этот носик. Она по старинке наносила на руку. Распределяла по волосам. У меня уже дикция к концу дня. Прям вообще огонь. Я уже как-то прочитала инструкцию. Все это наносила непосредственно по проборам. Потом все это распределяла по волосам. Честно, мусс неплох. То есть я его пока до конца не распробовала. Думаю, вам покажу его отдельно. Потом уже в средствах по уходу и стайлингу для волос. Но мне он понравился. Во-первых, он не липкий. То есть ни на руках не липкий, ни на волосах. Он не создает никакого каркаса, липкости. То есть идеальное средство на каждый день. Он приподнимает, делает волосы плотнее. То есть он не создает мне львиную гриву, ту ужделенную, о которой я мечтаю уже. Всю свою жизнь я мечтаю о ней. Но при этом он неплохо работает. Неплохо приподнимает волосы от корней. То есть он дает такой эффект густоты волос. При этом не утяжеляя их. Я думаю, что я по-разному пытаюсь укладывать им свои волосы. И расскажу вам позже, получилось ли у этого средства стать для меня самым любимым. Но пока мне он нравится. Именно как средство для укладки на каждый день. Очень неплохое. Самое главное, он не пачкает волосы. Следующие два средства это просто, так сказать, бестселлеры из белорусской косметики на ютюбе. Я видела очень многих девочек в видео эти средства. Мне мама хвалила также вот этот пилинг-скатку. Ну точнее как, я сказала, я, мама, заказала этот пилинг-скатку. Она говорит, я же его когда-то пробовала, шикарное средство. Я говорю, мама, почему я его не пробовала? Уже было в нашей квартире. Как я могла пропустить? В общем, это линейка от Белита. От знаменитой белорусской марки Белита. У меня здесь линейка Мезокомплекс. То есть линейка уже с таким антивозрастным эффектом. Но я думаю, что от маски и пилинга-скатки не очень сильно у меня какой-то лифтинг и антиэйдж-эффект будет. Пилинг-скатка для лица, глубокое очищение. Здесь заявлены молочная кислота, бетаин и их там запатентованы какие-то комплексы. Пилинг-скатка крутой. То есть я в последнее время пришла к выводу, что для меня без механического воздействия пилинги, гамажи, все это, это то, что нужно моей коже. У меня купероз, у меня кожа чувствительная, обезвоженная. Поэтому механические всевозможные манипуляции с моей кожей нежелательны. И я всячески стараюсь теперь это избегать. Поэтому пилинг, мезо-пилинг-скатка для меня это была какая-то находка. Потому что он действительно очень хорошо очищает кожу, очень деликатно. При этом он очень хорошо очищает орговевший слой. Кожа очень гладкая, шикарная просто после того, как я... Не пугайтесь. И я стараюсь не пугаться. У меня просто кот сидит в комнате со мной, он не хочет сидеть. Один на кухне, он играет со мной в комнате. Запретить ему играть я не могу. Отбирать у него игрушки, ходить я тоже не могу, я снимаю видео. Поэтому если вы вдруг услышите какие-то странные звуки, не пугайтесь. Это не привидение, не бабайка, это кот. Всего лишь маленький кот. Так вот, пилинг-скатка, он действительно очень хорошо, очень деликатно. При этом очень качественно очищает орговевшие и мертвевшие клетки. И делает кожу потрясающе гладкой. Он как-то вот оздоравливает кожу, делает рельеф более здоровым, более гладкой кожу. Мне очень нравится этот пилинг-скатка. Мне нравится именно деликатность, одновременно эффективность данного средства. У него очень приятная текстура, которая действительно наносится. То есть очень так приятно это все по лицу распределять, делать вот этот массаж, скатывать. В принципе, интересный, классный продукт. И при этом действительно он хорошо именно влияет на кожу. Второй продукт я меньше пока тестировала. Я буквально один раз его нанесла. Я не скажу, что я какой-то увидела прям эффект, что мой взгляд освежился. Но в принципе, в принципе, буду тестировать. Дальше вам расскажу, сделаю глобальное видео об уходе. Но пока, в принципе, средство приятное. Здесь у меня 20 мл это мезомаска для век с гиалуроновой кислотой, коробочки, все прям лакшери-лакшери. Действительно, кстати говоря, вот у данной линейки шикарные упаковки, очень мне нравятся. Данная мезомаска заявлена как интенсивно увлажняющий. Сам продукт имеет гелевую текстуру, очень приятно наносится. Если вы будете класть на несколько минут в холодильник перед употреблением, то есть он будет охлаждающий такой эффект давать вокруг глаз. Мне понравилось, то есть очень приятно все это использовать. Какого-то дикого омолаживающего эффекта я не заметила. Неплохое увлажнение, да, могу отметить от использования этой маски. Поэтому в ближайшее время буду пользоваться этой маской. Я думаю, что мне будет, о чем вы в ближайшее время рассказать. Но в использовании приятное раздражение на этой области не вызвало. Дала неплохое увлажнение. Следующий продукт из ухода, это уже мой основной уход. Крем, крем-суфле от марки Premium. Это салонная косметика, как заявляет производитель. Я, честно говоря, видела единственный раз эту марку на выставке. На фестивале Невские берега. Там была представлена полстенд этой марки. Меня она заинтересовала. Но я не решилась тогда что-то себе покупать. Здесь я увидела у Белорис эту марку. И решила, что все-таки настало мое время и ее время этой косметики. Будем пробовать. Здесь у меня 50 мл. Очень крутая упаковка. То есть она сама по себе 50 мл. То есть это банка крема, чтобы вы понимали. При этом она очень компактная упаковка. Очень приятно сделана. И здесь моя самая любимая помпа. То есть туда ничего не попадает. Крем не испортится. И мне это безумно нравится. Крем заявлен как легкий крем-суфле. И действительно по текстуре это что-то действительно непередаваемое. Как такой легкий пудинг, йогурт или что-то в этом роде. Он очень-очень мягкий, при этом очень хорошо впитывается. И дарит хорошее увлажнение кожи. То есть очень комфортное хорошее увлажнение. При этом быстро впитывается. Особенно это важно по утрам. Когда хочется, чтобы крем как можно быстрее впитался. Чтобы сэкономить время, наносить уже макияж. Мне крем нравится пока что. Очень нравится тем, что он быстро впитывается. Очень хорошо увлажняет кожу. Но при этом не закупоривает поры. Я очень боялась, что у меня опять будет какая-то проблема либо с порами, либо у меня будет какая-то аллергия. У меня потому что с кремами натуральными постоянно одна и та же песня. У меня образуется либо сыпь какая-то, либо они мне забивают поры. Здесь этого не было. Крем очень мне понравился. Своей текстурой. У него такой ненавязчивый косметический аромат с таким легким флером травяного чего-то. Поэтому буду дальше тестировать и также вам расскажу. Далее у меня пойдет декоративная косметика. И два продукта от новой марки Estrada у меня появилось. Это прежде всего матовая помада. Несмотря на то, что тренд на матовые помады отходят, мне они нравятся. Я люблю яркие помады на выход. На самом деле на сайте очень сложно было выбрать именно оттенок. Поэтому я старалась искать где-то в интернете уже отзывы на эти помады, чтобы подобрать себе помаду для моих нужд, скажем так. Оттенок меня устраивает. Мне очень хотелось такой именно малиновый красный оттенок. Помада мне понравилась и оттенком. Единственное, что она ложится очень тонко. То есть я стараюсь накрасить очень тонким слоем. Мне сложно бывает иногда ее наслоить, чтобы она не плешивела. Ну то есть это, мне кажется, вопрос не столько помады, сколько моих кривых ручек. И к ней можно приспособиться. Но она достаточно капризная. Ну где вы видели не капризную матовую помаду. В целом за ту стоимость, за которую она продается на сайте Белорис. И в принципе марка эта бюджетная, российская. Я считаю, что помада очень достойная. Мне нравится. Но естественно, как все матовые помады, она сушит губы. Она в принципе хорошо переживает перекус. То есть если вы будете есть что-то нежирное, она спокойно его переживет. Если это будет что-то жирное, она естественно съестся в середине, где она соприкасается с этой жирной едой. Помада стойкая. То есть держится хорошо, пока вы не смойте. Если вы не будете ничего жирного есть, как я уже сказала. Мне понравилась помада. Достойный представитель за те деньги, которые за нее просят. Следующий продукт также от марки Estrada. Это тушь с эффектом объема удлинения. Oh my doll. Честно говоря, я удивлена, что на эту тушь такие негативные отзывы. Потому что я влюбилась в эту тушь. Она дает мне огромные пушистые ресницы, которые у меня разделены прям веером. Она распахивает взгляд. То есть с утра это очень заметно, насколько она хорошо работает. Потому что до нанесения этой туши у меня глаз вообще не видно. После нанесения туши у меня просто на лице появляются глаза. Потому что вокруг веером просто ресницы расположены. Глаза сразу становятся открыты, распахнуты и более яркие. Шикарная тушь. Очень мне нравится. У нее силиконовая кисточка. Кисточка очень даже достойная. Работает неплохо. Хорошо разделяет ресницы. Мне тушь нравится. Ее можно также наслаивать. Она не сыпется. Шикарная тушь. Мне очень нравится. И последняя из моего заказа с сайта Beloris. Это Catrice помада Ambre. Это новинка от Catrice. У меня она в оттенке 03 Grape Dation Nude. Название, конечно, трешовое. Я сразу скажу. То есть это такая помада. Помада Ambre. То есть она двухцветная. Сверху у нее такой бордовый, насыщенный виноградный оттенок. Снизу она такая темно-розовая. Но все равно насыщенная. Я изначально, конечно, загорелась идея Ambre. Думаю, да, я буду сейчас там прям что-то нереально в своих губах рисовать. Но когда она ко мне пришла, я сначала не могла понять вообще, что с этим делать. Потому что она ромбовидной формы. Как вы можете заметить. И это очень странная форма для помады. Честно скажу. К ней действительно нужно приноровиться. Второй момент. Она, видимо, для того, чтобы оттенки между собой очень ровно смешивались, давали такой градиент. Она кремовая. То есть это не стойкая помада. Это не вариант на вечер. Это не вариант, который с вами продержится с утра и до вечера. Это кремовая увлажняющая помада. Честно, с ней сложно. Но какой-то красивый, удовольствием эффект можно достичь при определенных танцах с бубном с этой помадой. Мне она нравится на каждый день. Я иногда ее использую. Но, конечно, приходится попотеть, чтобы нанести все это ровно на губы. Причем, что у меня губы не как у Анжелины Джоли. И, честно, я скажу, что спорный продукт. Если вам нравятся всевозможные новинки косметические, да, можно попробовать. Будет интересно побаловаться, посоздавать какие-то эффекты на своих губах. Но если вам нужна такая прям боевая подруга помада, которую вы сможете использовать просто не глядя где-нибудь в темном лифте, наносить ее, там, грубо говоря, без особых усилий, чтобы она наносилась, все было ровно, красиво, чтобы ее можно было просто там на лету, на весу еще как-то нанести. Это не тот случай, это не вариант, где вы за 10 секунд нанесли на губы помаду и живете с ней до вечера. Это кремовая помада, очень специфическая, очень специфическая форма. И, честно говоря, вот действительно, я ее советую только девчонкам, истинным косметиколюбам, любителям всего необычного, чисто вот для коллекции. Как рабочая помада можно найти что-то поинтереснее. Можно тот же эффект амбре создавать с помощью более темного карандаша и более светлой помады. Вот такая посылка, такие продукты пришли у меня с сайта Белорис. Мне очень понравился ассортимент, там действительно очень большой выбор однообразных продуктов. Можно найти очень много чего интересного для себя, для своей семьи. Также стоит отметить, как быстро доставляют. Мне нравится, в принципе, подход, то, что все уточнили, потом несколько раз прислали смс-ки, на каком этапе мой заказ. Сайт очень удобный для, скажем так, выбора продуктов, все это подбор, как там все сделано, организовано. Мне было приятно там шерстить его, смотреть все, что там мне нужно было. Мне очень была удобна навигация по разделам. Те продукты, которые показал вам, тоже рассказал о них свое мнение. И если видео вам понравилось, я буду безумно рада, если вы поставите мне лайк и подпишитесь на мой канал. И также подписывайтесь на меня в инстаграм, тоже буду рада вас видеть и там. И все. Желаю вам приятных покупок. Если вы вдруг заглянете на сайт Белорис и что-то купите там, и что-то, возможность того, что я там выбрала, или найдете что-то интересное для себя, я буду очень рада. Напишите, пожалуйста, в комментариях мне об этом. И все. Хорошего вам настроения, отличных покупок. Всех вас люблю. Целую. До скорых встреч. И пока-пока.